Поэтому в любой ситуации, в самых сложных моментах, конечно, надежда и опора это на этих людях. А в данном конкретном случае на вас, как представители той почти 600-тысячной армии ветеранов в республике. Потому что вы имеете возможность и сравнить, и вы имеете моральное право давать наставления, критиковать. Потому что у вас за плечами и у тех, которые вам дали мандат делегата нынешнего съезда ветеранов, большой опыт, большая практика, большой труд. Здесь информатика о замышлении очень большая и очень разнообразная. Но из всего этого многообразия надо вычленить и выделить самое главное. Есть два момента. Что происходит с нашей страной? Что происходит с нами? И что нам надо делать, чтобы дела у нас в Молдове пошли лучше? 21 год прошло с момента независимости. Давным-давно угасли звуки фанфар, барабанов и прочих-прочих новоявленных лидеров. Нету их. И все разговоры о том, что будет лучше, они остановились. Уже никто, самые отъявленные из них оптимисты, те, которые пребывают при власти, этого не говорят. Успешно развалили тот большой, огромный материально-технический комплекс, созданный поколениями советских людей. Одни только развалили, но разворовали, разграбили, уничтожили. Страну деиндустриализировали полностью. Страну превратили, вернули к сухе и к ручевой обработке земли. А людям создали условия выживания. Потому что тот уровень жизни и те условия жизни, которые имеет сегодня каждый гражданин Молдовы, каждый гражданин Молдовы, это невыносимо. Это не человеческий. Эйфория от независимости, от суверенитета и от надежд на будущее давно закончилась. Каждый человек стоит перед трудной дилеммой, перед трудным выбором. А что делать? А что будет завтра? При всей оголтелой критике, растаптывании нашего прошлого коммунистического, прошлого советской власти, но советская власть обеспечила гарантию человеку в завтрашнем дне. Это было надежно и стабильно. Сегодня такой гарантии никто не дает. Никакой государственный орган, никакое должностное лицо. Никто. В людях отняли всю эту надежду. И все, что связано с ней. Демографическая ситуация с минусом. Нам за 8 лет руководство страны удалось в 2007, 2008, 2009 изменить этот минус на плюс. Но сейчас опять минус. Все, что можно было ограбить, ограбили. И все мы стоим перед дилеммой. А что будет завтра? А потому ваша самая крупная организация по численности и самая интеллектуально, профессионально и в гражданском смысле полностью организованная структура имеет и принадлежит ей очень большую роль. Ведь не обязательно быть членом партии коммунистов, чтобы бороться за порядок, чтобы бороться за страну, чтобы бороться за народ, чтобы бороться за детей, чтобы бороться за завтрашьи и будущие Молдовы. Нас, прежде всего, всех объединяет одно очень высокое звание – гражданин Республики Молдова. И здесь уже без этих всяких измов мы должны объединиться во имя спасения и страны, и нации, и людей, и конкретно отдельно взятого живого человека, который стоит перед проблемой, что купить – сок хлеба или таблетку. И вам хотите, вы не хотите, но ваша организация предоставит очень огромную роль в этом вопросе. И вы посмотрите на то, что происходит. Вот кого вы сегодня видите из членов так называемого правительства, которые избрали и незаконного президента, и законное правительство, и нелегитимный парламент, но тем не менее, среди вас здесь, вот, а вы представляете 600 тысяч человек, а за вами жизнь, а за вами судьба, судьба не только лично ваша, судьба страны, никого нет. Вчера показывали пресс-конференцию этой булиги, госпожи Памперс, и на всю пресс-конференцию министра социальной защиты была одна девочка-журналист. Вот авторитет власти сегодняшней Молдовы. И во всем остальном. То же самое, да. И все остальные такие же самые. Любой из них. Значит, следует, что за свои права, за свои интересы надо бороться. Надо организоваться и бороться. Я думаю, что Республиканский совет ветеранов из организации, просящие, пройдите нам навстречу, товарищи, господа, там такие-сякие министры, премьер-министры и прочие шурики. Удовлетворите наши просьбы, пожалуйста, нам плохо, нас болит, мы возраст, мы то-другое. Я думаю, что вы имеете полное основание, абсолютно полное основание превратить себя в организацию требующую. Требующую в альтимативной форме. И незамедлительно. И ставящие условия этой власти. И не пассивно, а активно. Ничего в альтимативном случае не будет. Они наделяют себя власти, имущие сегодня, которые незаконные. Незаконные абсолютно, в нарушении всех норм и порядков. Захватили власть путем государственного переворота 7 апреля 2009 года. Это потому, что мы, коммунисты, такие, что не позволили пролиться человеческой крови, на что они провоцировали. Они этим воспользовались нашим человеколюбимым, нашим христианством, нашим отношением к людям. И захватили власть. И ничего, ничего не решают на протяжении всех этих трех лет. Все хуже и хуже и хуже. Мы что, пришли в власть в 2001 году? Вы люди с хорошей памятью. В 2001 году 85% от баллов внутреннего продукта была внешняя задолженность республики перед западными кредиторами. По внутренним долгам перед вами, перед народом Молдовы, правительство, то правительство, которое было до нас, имело долги. Вспомните, по зарплате 12 месяцев, по пенсии 18 месяцев. И выдавали в чем? Галошами, порошком, мылом и черт все что еще. И мы не только рассчитались долгами по западным кредиторам, мы оставили в республике 13% тех долгов, но мы же подняли зарплаты, пенсии, мы дошли до каждого человека, до ребенка, родившегося и не родившегося, потому что в стране должны рожаться дети. Страна не может жить без народа. Нет таких стран. В медицине зарплату за 8 лет повысили на 800%, в образовании на 600%, в пенсии на 540%. А цены, как мы держали под контролем? Что стало? А стало то, что к руководству страны пришли люди абсолютно некомпетентные, абсолютно неподготовленные. Да еще и подлые, да еще и воры и бандиты. Они присваивают себе титулы олигарха, говорят о коррупции и еще о чем-то. А я хочу сказать, что это простые бандиты, простые воры, простые жулики. Нет у них никаких таких высоких коррупционных качеств. Образно они себя этим наделяют. И вот они, пользуясь тем, что выходим, просим. Да повысите нам песни, да повысите нам зарплату, да дайте нам на обучение детей. Что это такое? Во время Великой Отечественной войны здесь сидят участники Великой Отечественной войны. Да и те, которые наследники по книгам, по фильмам, по истории, по рассказам наших родителей, дедушек, бабушек. Партизанских отрядов открывали школы. Они в 21 веке закрывают школы. Потому что оптимизация. Потому что невыгодно. С каких пор стало подготовить гражданина страны, дать ему образование, дать ему знания, сделать из него специалиста, сделать из него человека стало невыгодным. Кому невыгодно? Кому невыгодно и почему невыгодно? Оптимизация. 90% из оптимизированной школы, это школа с обучением на русском языке. Мы что, не понимаем, к чему это идет и куда-то ведет? Что они под эту оптимизацию сотворяют? В нашей многонациональной Молдове. Они уже приступают к оптимизации медицинских учреждений. Медицинские учреждения, оказывается, должны быть прибыльные. Никто, нигде, никогда в мире не ставит этот вопрос, кроме частных клиник, где там сам человек открыл фирму и думает, придут к нему, не придут. А здесь у нас в Молдове медицинские учреждения, больницы, регионы должны быть прибыльные. А ты на что прибыль? На гробы? Или на что делать эту прибыль? На тропах? Дорогие мои, я уже с вами сравнялся в весовой, в возрастной категории. И могу и на этой основе говорить с вами на равных. Если мы не будем сопротивляться злу насилия, если мы будем покорно соглашаться и подчиняться, ничего не получится. Я представляю, что вы здесь, 102 человека, наделенные доверием быть делегатами всей этой полумиллионной армии, людей с таким богатым жизненным опытом должны это в полной мере осознать и перенести домой в территорию эту озабоченность. Уничтожат, перестреляют, если не физически, то морально. Если не морально, то физиологически, за счет недоедания, за счет несвоевременного оказания медицинской помощи. Каждого из нас, каждого из вас, если мы не будем активно объединять свои усилия, силы и сопротивляться. Нельзя позволять им дальше так безобразничать. Нельзя позволять им дальше так узурпировать власть и делать все, что они хотят и как хотят. Это невозможно. Невозможно. И плевать надо на тех, которые говорят, что лимит на революции закончился. Почему закончился лимит на революции? Чтобы терпеть такой беспредел, чтобы подчиниться всем этим мерзавцам от власти? Чтобы смотреть на эту коррумпированную судебную систему? Чтобы смотреть на этих взяточников в погонах? За три года перевернули эту Молдову, как будто и не было никогда. Мы же радовались вами, что мы стали первой страной СНГ, в которой нет никаких организованных преступных групп, которые люди оставляли автомобили на улице открытыми, забывали сумочки в них и документы, ничего не пропадало. Которые не угоняли сутками, неделями ни одного автотранспортной стресса, кроме разве там детишки брали и катались. И многое-многое другое. Посмотрите, в сельском хозяйстве что-то творится. Это же ужас. Это ужас. И вы запомните, к чему эта политика ведет. Я бы хотел очень сильно, чтобы я был неправ. Это ведет к тому, что будет распродана молдавская земля на кусочки, на куски. И соглашаться с тем, что происходит, ни в какую секунду, ни за что. И наша организация ветеранов должна превратиться в такой боевой, такой авангард борьбы за интересы. Не только личные. Вам не все равно, что ваши дети оставили родную землю, доставили вас и уехали за границей за куском хлеба. Разве не все равно, что правлюки ваши ходят без того, чтобы видеть будущее, какое будет у этих детей, будущее этих правлюков. Нельзя позволять, чтобы нас тофтали. Нельзя позволять, чтобы над нами издевались. Нельзя позволять, чтобы нас унижали, грабили, оскорбляли. Тем более кто? Вы же имеете возможность смотреть этот парламент. И в прямую, и в кривую, и в передаче, и во все. Вы посмотрите на эти выдающиеся мозговые интеллекты. Если уж говорить, так там не на что смотреть. Это какой-то кошмар. Это какой-то собранный вместе, в одном месте, в одно время сумасшедший дом. Поэтому я желаю вам, конечно, здоровья всем и вашим товарищам, которые вас делегировали, делегатами настоящего съезда. И не прекращайте быть просителями. Превратитесь в требователей. Вы людей, которые знаете, что вам положено, и это положено вам должны отдать. И помогайте подрастающим поколениям понять, что происходит. Они приходят сюда, студенты. Посмотрите. Румыния. Этот сам Басенску ходит... Не все пуговицы у него имеются на кальсонах. Так он еще и переживает за то, что студенты из Молдова должны учиться бесплатно в Румынии. Почему? Потому что они строят нам и создают нам пятую колонну. Чтобы они вернулись сюда с этим румынским менталитетом. С этой румынской идеологией. Что мы румыны. Что мы язык румынский. Что у нас никогда не было никого Штефан Чалмари. Что арифметика, математика никакая. Потому что Штефан Чалмари жил на 450 лет раньше, чем создалось румынское государство в Албаюнии. Таким на это наплевать. Что первичное, курица или яйцо. И нам это доказывают все время. Не будем мы продаваться им за тарелку борща, за кусок хлеба или еще за что-то. Потому что они специально делают народ нищим, чтобы потом ходить с банкой масла, с пакетом сахара, с пакетом макарон, стоили ее в карман и покупать избирателей. Ведь так они же проводят все выборные кампании в последнее время. И так они ведь сейчас ходят по Молдове, создают себе партии. Собирают Дом культуры, 500 человек, объявляют, что сейчас на улице будет открыт стол, а вы все с этого момента объявляйтесь членами демократической партии. Кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь, в каком обществе слышал вот этот бардак, вот это все? Давайте возмущаться. Давайте участвовать в активном всех мероприятиях, которые мы все вместе с вами будем планировать и проводить. Давайте сопротивляться. Давайте не издаваться. Потому что вы не только себя делаете плохо. Вы делаете плохо всем вашим близким, друзьям, товарищам, семям, да еще и будущим поколениям за нами. Потому что они таким образом уничтожат Молдову. То, что является их главной целью. То, что они ради этой цели объединились и с Гитлером, и с кем хочешь. Это очень серьезные вопросы. Я не буду вас больше отвлекать. Алла Казимировна переживает по времени. У нее расчет времени. У нас обед в расписании. Я не возражаю противобеда по расписанию, расписанию, но война за свои права и за Республику Молдову надо продолжать, надо усилить и надо активизировать. Я вас к этому призываю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ